добрейший вечерочек сегодня 26 апреля 20 год 17 часов 31 минута и это пятый подкаст пятый подкаст только что я записал 4 где жаловался на звук микрофона настольного usb оказалось что по он не работал потому что ножка на которой он стоит ну то есть она так вот двигается она в каком-то там моменте почему-то перестает работать звук короче превращается в гудение вот я попробовал немножко значит ее вверх вниз повертел и звук заработал так что можно сказать беру свои слова назад беру свои слова обратно звук хороший меня все устраивает вот ну даже если бы был бы косяк реально брак то ну ничего страшного нашел бы какую-то замену и было все окей так вот почему решил записать еще один подкаст следом сразу же ну во первых потому что звук заработал во вторых я выпустил книгу я выпустил книгу как я это сделал есть значит сервис называется ридера ударение на о вроде бы ну или ридера можно назвать то есть это то есть вы заходите на сайт ридера и нажимаете создать книгу пишите вставляет текст который там хотите ну то есть который не нарушает авторские права отправляете модераторы смотрят оценивают так и есть ли там мат если есть ли там какие-то запрещенные слова которые нарушают законы и прочее и либо отказывают либо принимают так вот я писал два года твиты с 2018 по 2020 год то есть у меня три аккаунта в твиттере я писал какие-то свои мысли умещал их в сколько там символов ну там ограничение там раньше было совсем маленький маленький твиты писать можно потом чуть больше чуть больше чуть больше и теперь там что ли 280 символов где-то так точно не могу не помню не могу сказать сейчас я умещал как-то естественно с делал ошибки и как вот вид написан так он и остался то есть ошибки в слове где который пишет с маленькой буквы я мог написать слова с большой буквы или наоборот слово которое нужно с большой писать я пишу с маленькой или там кавычки не там ставлю или еще что-то или запятая лишняя либо место точки в конце предложения вообще у меня знак при питании не тот вообще значит этот слэш ну палочка вот это косая значит и я написал эту книгу я точнее взял все эти твиты и получилась такая книга то есть можно сказать что написал книгу я отправил на модерацию и приняли такой вал но я понял потом что я что-то допустил ошибки и немножко исправил я исправил там какие-то да ведь это не так было но но в итоге тоже все равно остались то есть в печатной версии которую я купил лично как я это сделал я заказал ее онлайн через значит сайт озон и забрал в пункте выдачи вот можно еще почте заказать вот а лучше покупать электронную версию всегда покупать электронную версию ну а во первых она дешевле раза в два это точно удобнее и если там будут ошибки а вы хотите автор цитировать вы можете ошибка которую он допустил но она уже понимаете опубликована нужно как-то и и либо редактировать а это новая дата будет этого написания опять ждать там очередь 90 дней то есть если я просто бесплатную возможность уже потратил свою на ритм на редактирование книги и теперь нужно ждать а потом это будет уже какое-то обновленное здание а я вот как написал с ошибками так есть то есть никаких редакторов никто мне не помогал я просто скопировал из твиттера то есть вот так вот сидел и блин получил 150 страниц вот вы знаете планшет ipad на вот у него экран какой там 2 3 модель помните на вот такие страницы таких 150 штук получилось на разные темы просто что-то я вспоминал из прошлого что-то из настоящего ты что-то видел там и получилось так что они не нарушил некие права вот как я написал книгу так и все нормально то есть я могу все официально вышло нельзя сказать что ты стырил это чужие мысли ты их повторил это не ты ты до такого не можешь додуматься ты 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 же не какой-то гений да ты не москвич да ты там блин не какой-то американец и еще что то то есть ты простой человек ничем вообще не выделяешься это не мог до такого додуматься но вот так вот книга вышла книга доступна она есть как бы и но я советовал конечно на зоне заказывать просто выбираете книжку приходите пункт выдачи и вам дают пакет белого цвета где напишет написано ваше имя фамилия там так и так ну если вы уже сразу оплатили то просто пришли забрали назвали номер заказа вот печатное издание печатной версии она интересно ну каким то может быть коллекционерам но лично я читаю все в цифровом формате в самом виде потому что смартфон планшет компьютер ноутбук любой любую версию книжки можно запустить абсолютно и с ней ничего не случится то есть она может быть на облаке у вас копия и вы на любом устройстве можете ее открыть и прочитать что-то там подсмотреть скопировать и вставить куда-то там как цитировать а книжный вариант ну так не сделаешь чем будешь фотографировать ну да вот я купил лично попробовать посмотрите как это выглядит ну оценить печать так скажем и все как бы у меня устроило то есть есть штрих-код есть значит номер самой книги но это и есть он получается да да ну описание мягкая обложка вот значит как она выглядит вот сейчас я покажу ее папа на видно хорошо вот такая вот она по толщине и вот то есть сзади написано мое имя написано дата рождения страна и кто я такой чем я занимаюсь и ссылка на значит на официальная ссылка на меня где заходите на нее а там все остальные там youtube вконтакте там все все контакты то есть одна ссылка указана от которой вы можете отталкиваться вот она выглядит то есть ни с чем не спутаешь вот она вот так вот выглядит не знаю тут но просто вообще без насадки вот и сфотографировал себя вот 150 страниц в 2020 год афоризм афоризм и цитаты хватит это терпеть почему хватит это терпеть да потому что насколько можно тупить сколько можно жить как как блин животное перестань это делать человек разумный если ты разумный и найди другие варианты почему тебя такой вариант самый блин примитивный вот хватит терпеть и эту примите примитивности давай умней а люди которые допустим умные не рассказывают секреты не хотят помогать тоже берите помогайте не найдите какой-то удобный способ там напишите нормальную книгу не так что вы просто написали лишь деньги заработать напишите реально простым языком чтобы вас поняли я например лично хочу в как-то в будущем написать описание инструкцию как 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 делается музыка почему она именно такая потому что многие но они видят да вот она так а почему она имя такая никто не понимает вот нужно это объяснить рассказать вот то есть в общих чертах не конкретно вот как делать там рэп как делать рок как делать поп просто как как делается музыка почему так делается для чего и почему без каких-то либо действий ничего не получится вот это нужно сделать мастерных никто не понимает зачем почему без него нельзя нужно он обязательно вот это объяснить все хочу может быть сделала может быть нет так вот вот как как выглядит ну то есть звездочки 3 звездочки цитата 3 звездочки цитаты так 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 150 страниц ну там то есть все официально все круто то есть это формат опять то есть вы понимаете да маленькая удобная дизайн элементарной фотография тут и значит синий фон белый шрифт точнее буквы я не я точно не помню какой то шрифт ну значит написано все белым цветом на синим здесь тоже белым на синим и черным по белому все такая маленькая удобная как я считаю как лучше делать купить в цифровом видео на зоне или на ридеру и вас будет на смартфоне эта книжка вы полностью прочитаете там есть кстати не на ридера и на других сайтах с этой книгой потому что она везде есть там google box найдете без проблем там тоже можете купить и первые цитаты первые сколько-то штук вы бесплатно прочитаете а потом уже все остальные когда купите полную версию я конечно понимаю там пиратство развита но если найдете пиратскую версию то найдете ничего страшного я нет не настаиваю на том что вы тратили деньги покупая книги которые ну не знаю сейчас есть ли смысл вообще читать просто я собрал почему я собрал потому что в твиттере твиты старые они куда-то вниз спускаются их никогда никто в жизни найдет потому что там 10 тысяч в общем ретвиты твиты какие-то еще там я лайки ставил просто не найдутся я подумал соберу я бы специально прогнал весь текст через вот это антиплагиат проверил ни у кого ничего подобного нет то есть я ни у кого ничего не стырил соответственно я могу это продать ну и кому то может это интересно может быть таким языком моими словами это больше как-то поможет вообще в жизни а то блин можно прочитать какого-то известного философа и нифига не понять чего он имеет ввиду чем там рассказывает какую-то приведу по напрямую ну вот в общем как показать вот так вот так тогда вот ну сядете короче вечерков с чаем с булочкой прочитайте книгу глеб олегович афоризм и цитаты хватит это терпеть перейдете по ссылке подпишитесь в социальных сетях и можно кстати сделать кому-то такой подарок я вот с личность сам себе сделал подарок ну блин у меня вообще дома нет ни одной книги бумажной но она они может быть есть ну то есть где-то там в шкафу где-то там валяются но я сам их даже не читала кита остались от кого-то то есть личных не покупал а тут я сам написал и решил посмотреть как это будет выглядеть ошибки я понимаю есть ошибки в книге запятые мог но там ударение или что-то тоже может быть какое-то правильно нет ударением точно правильное скорее всего я вот и окончание правильный а вот должна быть . я поставил значит слэш а все в печатной версии уже этот слэш есть я конечно могу говорю редактировать книгу она обновится нужно подождать там 45 дней и только потом она типа выйдет новая версия но я подумал ночью выпускать эту новую версию это 5 постоянно как будто я переписываю их вообще выпустил получать за 19 марта потом отредактировал на когда-то редактировал было написано что обновленной версии выйдет 1 мая в кейт еще магазин она еще дойдет там 10 мая 20 года то есть очень долгий такой процесс ну то есть там все просто нужно собрать текст оформить но как чтобы были разделение цитат и выложить в текстом типа текстовый редактор туда вставляешь весь текст и выбираешь дизайн шрифт там так и так и получается целая книга вот я думаю что у независимых авторов так и должно быть что у тебя ошибки могут быть в тексте что ну тебе никто не помогал никто там тебе не советовал не подбирал слова ты вот как сам написал так ты вот и сделал как вот есть ну искренне честно то что ты с чьей-то помощь или вообще там тебе просто сказали слушай ну тут нужно книгу продать давай мы твое имя напишем как якобы это ты и ты тип якобы такой умный вот книжку продаешь твои подписчики купит нет нет это вранье ну типа это сам человек ничего есть они представляют то есть не он не мыслит он не размышляет но книжку он выпустил вот вот такого мне кажется не должно быть но это их дело хотят они пусть делают так вот опять еще раз показываем бумажная книга все тут 150 страниц на разные темы 18 плюс обязательно давайте я сейчас открою значит браузер озон открою там и reader и вы будете знать хоть и где купить вы сможете ну и я не знаю как узнаете просто так просить деньги пожертвования типа помогите там чем можете это как-то не очень а когда ты сделал какой-то продукт ты старался я все-таки ну два года постепенно писал не так чтобы я за один день сел я чуть размышлял размышляла потом такой думал блин у меня собралось столько материала там на на много страниц надо как-то его блин зафиксировать и оказалось так что материал то блин чистый может быть конечно какие-то схожести с кем-то есть но я никогда не собирался ни у кого ничего тырить я вот лично сам писал 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 и получилось очень много материала может быть немножко грубого материала но зато типа честного и кстати самое главное там никаких имен не называется не они называются имена ну не в каком-то плохом ключе а просто ну чисто упоминание кого-то типа я могу даже назвать то что я там назвал двух людей которые якобы там просто деньги налево на право тратит и прекрасно себя чувствует а я лично слежу за каждый копейка и потом мучаюсь от этого типа ну как я мог такой допустить как я мог там купить не тот товар не тот продукт чё там там сломал что-то там накосячил как-то я просто себе вне думают блин ну это вообще такого не должно быть взрослый человек он не должен так блин допускать они там они такое могут допускать и это нормально для них то есть вот бывает и такое то есть ты себя винишься зато за что другие себя никогда в жизни видеть не будут они наоборот даже будут больше такого делать и чаще не стесняюсь вот так давайте значит браузер вот хром заходим озон ру ридера точка ру так пишем глеб зуев и мы находим афоризмы и цитаты вот 750 рублей вот это 490 это предыдущая версия про которую я говорил вот название обложки другое это я просто быстро поспешил и она вышла чуть неправильная а вот вторая то есть вот это но это печатные типы знания цифровое цифровая на момент когда вы будете смотреть это видео уже будет цифровая здесь и она будет меньше стоить с нормальной обложкой все будет окей но сейчас вот если вы допустим ну примерно короче должно быть что на обложке на обложке должно быть написано афоризм и цитаты эту версию я постараюсь чтобы она была дольше я не буду ничего редактировать никогда больше как она вот вышла с косяками пусть она будет с косяками но лишь бы не было такого что я там каждую каждый месяц меняю значит дизайн меняю там содержание нет вот как кому написано вы можете найти все цитаты в твиттере по словам то есть попробуйте ввести цитату в твиттере вот эту из книги и найдете там эту меня мой профиль так вот вот значит озон книжка 750 рублей ну то есть это уже все вместе там доставка ничего бесплатно все нормально вот 150 страниц 20 год вот я на обложке ну вот она понимаете да афоризм и цитаты смотрим афоризм и цитаты а это это все нажимаем добавьте корзину покупаем бумажную версию ну то есть тут два значка будут одна печатная другая цифровая и вы сможете если как как я вам советую вы сможете купить цифровую и радоваться жизни потому что бумажная на это так и для книжных магазинов вот вот а лучше вообще напрямую покупать есть я выпуска издаю книгу через ридера получается и здесь прям у них напрямую можно купить там почты вам россии доставят допустим вот пишем глеб зуев находим то есть озоны ридер это всегда самый свежая самая самая новая самая лучшая версия а вот например на литр с сейчас старой версии вот с этой обложкой эта обложка была сделана 19 марта 26 я сделал уже вот эту вот афоризм и цитаты то есть буквально неделя разница но теперь вы сможете купить цифровую после 1 мая легко и только одну версию вот этой старой больше не будет страница здесь в 25 марта пист видите сейчас 26 апреля версия до сих пор вот это то есть нужно время да вы понимаете что я же типа не какой-то там писатель идеальный я поспешил и у меня такая версия вот на зоне вот на зоне я купил ну там два дня назад получается забрал забрал вот она типа то так вот значит на зоне 750 рублей но это типа там что-то так как доставка знаете там все вместе это не то что я прям такую сумму поставил это моя сумма и еще сумма издателя плюс еще доставка почты и допустим если вы заказываете так что это лишнее все а вот электронной версии заходите на ридеру ищите просто пишите глеб зуев глеб зуев находите вот есть эта книга нажимаете выбираете электронные и нажимаете купить все и читаете 150 150 страниц с цитатами то есть вот написаны жанры значит политика психология публицистика философия окей на зоне то есть на зоне можно бумажную купить на ридеру можно купить электронный ну я вот так вот вам посоветовал еще ну я говорю вот есть amazon можно даже на мазоне купить но на amazon еще старая версия ну вы поймите что если у меня была ошибка допустим на на 100 странице или что-то там нашелся плагиат допустим какое-то мало ли бывает такой да мне нужно удалить эту стату к примеру я удаляю сохраняю перевыпускаю и все и и нужно ждать пока выйдет новая версия ну около там 45 дней так как я записываю этот ролик а 45 дней еще не прошло вот март 25 марта написано вот видите ну то есть а прошло там 30 больше там 30 дней допустим да и ну еще две недели нужно вот две недели и тогда будет окончательной версии вот ну так как я уже уже купил вот эту книгу вот эту версию она нормальная но я ее оценил я посмотрел она реально но вполне себе вот не каждому кстати книгу нужно читать потому что ну во первых кто-то скажет и кто-то такой пожалуйста не читайте я у вас не составляю во вторых много с много написано об отношениях о семье на политике о деньгах и кого-то это расстроит кого-то обидит имен него там нет прям конкретно вот ты там плохой тот это не там просто сказано о ком-то людях конкретных которые бывают в нашей жизни но некоторые просто думают но они живут в идеальном мире в хорошем городе там хорошем районе они когда не видели такой жизни плохой а тут получается собранные такие можно сказать истории такая история в цитате а да и почему я выпустил я потому что подумал зачем писать целую книгу вокруг этих цитат ну то есть его допустим есть это у меня афоризмы я буду такой растягивать там персонажей придумывать зачем персонажи обидится они типа потом мы скажут охренел что ли ты про нас пишешь как например в книге портрет дорина грея то есть книг состоит из там 50 цитат которые просто просто растянуты на тысячу страниц так лучше бы этот оскару вальд написал бы эти цитаты и выпустил маленькую книжку с цитатами все как вот есть книжка маленький принц там тоже как бы вроде цитаты но и какой-то сюжет вокруг этих цитат убрать нахрен этот сюжет просто вот конкретно такая 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 цитата 1 2 3 вот так вот по по порядку и все у тебя будет отличная книга без какие-то лишних мыслей эту какую-то там фантастику что придумываешь зачем это надо вот его выпустил я просто прочитал несколько книг я подумал блин зачем есть я читал тысячу страниц если можно было открыть просто в интернете цитаты из этой книги и получить тот же самый результат ну то есть можно сказать понять то что хотел донести автор это быстрее это ну экономит время и тебя значит не путает тебя то там хитопин и 100 имен они во что-то одеты они там были на в саду они там на автомобиле чит по написано в этих книгах вот я решил раз у меня есть цитаты я лучше выпущу цитаты и не буду путать людей не буду парить мозг сюжетами ну то есть там это это не это мне лично не интересно я даже хотел записать отдельный ролик где я типа прочитаю цитаты ну точнее да да цитаты из книги портрет дорина грея и сколько будет эти ролик мне интересно то есть я прочитаю их вслух покажу и сколько времени это займет все абсолютно с самого начала я от начал до конца прочитал потом я нашел там еще какие-то там более точный перевод т т т вот и эти цитаты я говорю там штук 50 может быть потому что там нет ничего такого чтобы это ну растягивать на тысячу страницу вот легче ну то есть как как я сделал я даже какие-то цитаты из этой книги просто читал брал и убирал имена чтобы они нет они смущали не путали откуда типа эти персонажи там это все просто брал стату в twitter и и писал удалял там ну чтобы уместить и подписывал из какой-то книги или ну или у автора подписывал типа это же его мысли все-таки да он мог не писать книгу там а не придумывать сюжет а тем более кстати это его он написал эту книгу под влиянием книги в этом шангреневая кожа и еще какая-то 2 вот я точно не помню но в общем были две книги оскару вальд их прочитал и написал свою может быть он какие-то цитаты в эту книгу всунул именно свои а вот этот сюжет там чтобы зло добро это уже он подрезал у кого-то можно было бы конечно сейчас найти эти все цитаты и вам показать прочитать но я просто еще не оценивал сколько это будет идти можно отдельно ролик просто сделать ну типа портрет дорин играя за 10 минут пример я просто найду эти цитаты и те которые как ну я еще объясню что они значит а то некоторые таки прочитали и чудом она выдумывали себе вы блин зачем читаете если вы автор не можете понять он блин для кого старается но так простым языком пишет а вы тут о он это имел ввиду что надо там вести беспорядочные половые связи к примеру в них имел ввиду а вы начитались думать о персонаж книги ведет себе так я буду вести себя также поехавшие просто блин как вас еще назад короче сейчас я покажу основные цитаты из книги и можно сказать моя книга сделана также только у меня свои цитаты там свои там у него свои ну в таком виде по порядку вот так сейчас открою покажу просто говорю мне лень писать 1000 страниц кого-то сюжета я лучше воду законик законченную мысль просто напишу то есть чтобы все там по контексту был и норм в общем смотрим знаете значит если что вы знаете где купить просто в поисковую систему в яндекс или в google пишите глеб олегович зуев афоризмы цитаты купить электронную книгу цифровую все покупаете и и хорошо так вот портрет дорин играя мы видим вот она да книга википедия публикации июль 1890 год заходим цитаты на в вики цитатнике видите нажимаем и вот они вот такой вот список цитат и тут их еще очень мало то есть в книге должно быть но побольше все таки потому что я помню и они какие-то маленькие видите тут строчка на а там как бы три строчки 4 вот и моя книга примерно из этого и состоит только в полной книге там сколько страниц он ее то ли за две недели то ли за три написал вот у меня тут главные персонажи а у меня книга без персонажей у меня вот просто вот такие вот цитаты там подлинная красота пропадает там где появляется одухотворенность гений несомненно долговечнее красоты величай величайшие грехи мира рождаются в мозгу люблю сцену на ней все гораздо правдивее чем жизни женщины вдохновляют нас на великие дела но вечно мешают нам их творить вот это кто-то сказал в его книге какой-то персонаж а тут цитаты без персонажа типа лично он говорит и он мог вот такую книжку выпустить просто с цитатами и не париться блин в тот момент наверно был крут когда у тебя там несколько глав там 10 глав и ты все это там размышляешь что там рисуешь так скажем вот попробуем сейчас одну цитату найти в твиттере и закончим на этом ролик потому что ну потому что мы вы поняли да суть то есть большинство книг можно так вот цитаты найти и это достаточно их прочитали нормально а то вы там будете читать а они там катались на автомобиле или риски зачем вот надо вам нужно плечи нужно много философских каких-то размышлений а вот эти все какие-то как это мишур она не нужна я так считаю так заходим в twitter и в поиске нет за заходим ну да вот так вот и пишем вот так вот пишем так сейчас сейчас секундочку была какая-то цитата блин я не помню я в твиттере и написал ну то есть я же не только свои цитаты там допустим пишу придумываю да но и еще и другие читаю то есть мне сам этот жанр нравится ну то есть жанр где у тебя просто размышлений без лишнего ну вот блин я не помню они начинают что-то там вот я сейчас так не найду вот видите а спускаться вниз в аккаунте в моем это долго короче я не может быть попытаюсь описать просто цитату и можно потом найти сами найдете ли я может отдельно ролик запишу в общем там что-то я не доверяю взрослым какой-то персонаж к ней говорит потому что они типа мыслят какими-то то что было там 17 веке 200 лет назад вот я никак не могу найти вот я при вас все это делаю оскар блин а может быть здесь есть цитатах в игре вот тут мало их ну то есть можно вот книгу даже не тут конечно маловато там найти когда чтобы издать книгу нужно сколько-то количество символов то ли 5000 символов минимум вот у меня набралось вроде больше 5000 символов поэтому и выпустил я них я не хвалюсь никак ничего просто говорю ну блин так получилось что у меня достаточно материала на вторую книгу материал пока нет там на подкаст тоже я мне материала нет никаких мыслей она эти на музыку тоже потому что музыка она вся одинаковая нужен какой-то текст есть но стихи именно писать тексты который сверху набит потом нужно читать вот такие вот дела ну вы поняли да я думаю я просто что-то забыл ну то есть цитаты вот цитаты портрет дорина грей к примеру и тут по идее цитаты вот даже есть куда статус книги я даже не знал что вот тут есть такая книжка она так и называется а нет 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 этой ошибся это просто цитаты из книги в смысле в описании как бы просто как вариант можно выпустить было и к отдельную книгу с цитатами чтобы убрать этих всех персонажей ну вот так они выглядят люди всему знают цену но понятия не имеют а подлинность а подлинные ценности нет книг нравственных или безнравственных есть книги хорошо написаны или написаны плохо вот в общем прочитайте мою книгу и решите для себя сами хорошо написана книга или плохо блин вот мне бы хотелось найти в этот последнюю цитату и закончить на этом подкаст потому что я все сказал все правильно и так понятно что в книге где тысячи страниц есть какие-то предложения которые можно разобрать на цитат их наберется штук 100 или там 200 и можно отдельную книгу выпустить сэкономить время потому что мне вот лично неинтересно там чё на голове q у него главной убор был какая обувь и прочее мне вот нужно вот то есть философская мысль чтобы прочитал а действительно круто вот философская мысль блин я не помню ну вот реально как это было я писал и в свой twitter у меня у twitter есть свой ну то есть вот например то есть где-то здесь я что-то писал я уже и не помню как а там я пытаюсь найти поиск в твиттере по словам по этим а может быть вот так найдется сейчас подписать это имя блин так тоже не ищется расширенный поиск а просто мне на будущее нужно как-то искать я сам не знаю если без записывал ролик отдельно мне пришлось в новых найти я просто привал часто делаю слова или может быть как там ну в общем вы поняли да вот так вот можно взять оскару вальд популярная тут какая цитата сейчас выйдет тот я писал по любому вот цель жизни самовыражения проявить во всей полноте свою сущность вот для чего мы живем вот и было к это цитата как ну которые я написал ну точнее скопировал из книги написал уместил ее в твит и она такая типа хорошая которая там говорилось о том что люди там блин приводит в пример то что был 200 лет назад знаете там там верим там сжигали еще что-то не в этот приводит вот по таким законам они живут в современном мире вот я не понимаю таких людей какие-то не отсталые все уже про то забыли все уже живут нормальной жизнью а эти все блин живут как будто они блин в дикой природе в какой-то вот то есть в общем наверное как будет у меня настроение запишу ролик где все цитаты я соберу в одно прочитаю посмотрю сколько их вообще штук в общем и сколько времени на это потратится ну и разберем просто обсудим саму ну то что он хотел сказать как я это вижу потому что я то блин вижу честно без каких-то там выгоды для себя а некоторые наоборот они находят стату коверкают и и говорят да вот он это имел ввиду типы я так считаю да ты блин ты считаешь так как тебе удобно там написано что допустим плохо значит воровать а ты наоборот скажу что там написано что хорошо бывает и все перековеркаешь но не ты конкретно какой-то человек вот ну чтобы поняли сказал так любимую ремесло ничтожесть только состоит в том чтобы обсуждать других людей их взгляды их манеру говорить или выражать себя ибо они сами лишены какого какого-либо послания которое они могли бы нести миру будучи пустыми сосудами невежестве и хамство ну вот ну да такие такая притча можно сказать что что польза человеку приобрести весь мир если он теряет собственную душу ты любишь всех а любить всех значит не любить никого тебе все одинаково безразличны да конечно вы можете сказать мне кого ты слушаешь кого-то в пример приводишь он же там гей он там плохой человек он поехавший слушайте я лично с ним не тусуюсь я в его времени жил я просто смотрю как он мыслит как он размышляет о чем он думает сравнить о том чем о чем думаете вы о чем думал он он намного больше значит понимал чем вы и надо смотреть на каких-то умных людей а не на тех кто просто вот живет и все этику надо его уважать просто так не просто так никого жить нельзя нельзя ничего из себя не представляя заслужить какую-то любовь нужно постараться и ну постараться не так прям навязывая а просто делать свое дело вот я сделал дело я никому об этом не сказал я писал в пустоту потому что в твиттере у меня нет подписчиков нет лайков нет ничего там были один-два лайка этого мне было достаточно я писал что потом над не потерять знаете если вы писал на листке или в телефоне а потом сбросил бы теленом смартфон настройки и все стерло зима а здесь получается все зафиксировано все даты стоят именно с 18 года по 20 я писал эти цитаты они лично мои такие законченные мысли да есть ошибки но ничего страшного ошибки есть у всех я предположу что в книжке есть ну давайте по максимуму возьмем вот 150 страниц ну наверное там ну сто пятьдесят ошибок есть там может быть знак при питании не так стоит или где-то слово не то подобрано или из большой буквы что-то написано или с маленькой ну либо что такое то там лишний пробел может быть ну то есть такие дурацкие ошибки не такие что типа я мыслю криво нет я мыслю нормально просто писал очень быстро вот всем пока